Всех приветствую и добро пожаловать на обзоры микродвигателей. В данном видеоролике будет обзор на вот этот гигантский микродвигатель. Что из интересного, что вы еще не видели на моем канале. Двигатель будет с глушителем, то есть он уже так адски громко работать возможно не будет. Но, тем не менее, это самый мощный двигатель, который есть у меня на данный момент. Этот двигатель 10-кубовый. Сначала вас ожидает обзор конструкции. По традиции я разберу этот двигатель, покажу вам, что там у него внутри. А потом мы установим на стенд и проверим тягу двигателя с двумя винтами. У меня есть два винта. И, собственно, пойдем по порядку. Это двигатель калильного типа. Здесь есть калильная свеча. Также он предназначен для радиомоделей, потому что установлен карбюратор. Можно регулировать в полете газ. Внутри стоит цветная пара, алюминиевый поршень и хромированная латунная гильза. То есть пара здесь качественная. Разбирается двигатель полностью, то есть снимается и задняя крышка и вот этот блок подшипников и цилиндр. В общем, все здесь можно полностью разобрать. Для начала нужно разобрать, все промыть перед запуском. Также можно сделать небольшой тюнинг, опять же, по традиции. В этих двигателях всегда есть, что тюнинговать. Задняя крышка. Верхняя крышка снимается. Обратите внимание, какая глубокая здесь камера сгорания. То есть она реально такой купол имеет. Также есть прокладка для уплотнения. Все как обычно. Ну и поршень, довольно-таки гигантский. Кстати, вот он побитый немножко жизнью. Я этот двигатель брал с рук. Поэтому вот я не знаю, как он будет себя вести, как будет работать. Но надеюсь, что все будет хорошо. Достаем гильзу. Вот она латунная хромированная гильза. Дабы не испортить поршневую, я и сниму вот здесь вот эту часть. В качестве топлива будет использоваться метанол 70%. То есть смесь такая. 20% масла и 10% нитрометана. Вообще эти двигатели должны на этиловом спирту запускаться. Я так думаю, в одном из ближайших видео я проведу тестинг. Запущу и проверю тягу на метаноле и на чистом спирту. Ну то есть там спирт с маслом касторовым. Так. И поршень. Поршень очень легкий. Здесь вот как обычно все закисшее. Обратите внимание, здесь два отверстия. Одно находится близко к вот этой части торцевой коленвала. Другое поотдаль. Значит здесь что мы имеем? Мы видим, что разбирали уже двигатель и вот здесь покоцали. То есть нужно вот это место немножко подобработать. Также здесь есть стопорные кольца, как обычно. Палец облегченный, шатунный. В принципе конструкция такая же, как и у любого калильного двигателя. Сейчас я все промою. Сделаю какие манипуляции. Вот там в отверстии, не знаю видно или нет, есть уступы. В общем как видите, вот здесь отверстие овальное, а здесь круглое. И получается вот здесь уступы. Вот видно даже отпечаталось на масле. Нужно сточить, сделать полукругло, чтобы за эти острые кромки при вхождении воздух не цеплялся. И в принципе и все. Также еще отполирую мотыль вот этот вот. Потому что был уже горький опыт отрыва шатуна. Правда на другом двигателе, но все равно, если честно, страшно. Промывать нужно обязательно. Вот внутри например шатуна было застывшее масло, либо окисленное. Вот здесь вот тоже окислы были в контакте с коленвалом. Вот с этой торцевой поверхностью. Но вот здесь видно, что тут что-то окислилось. В общем все это нужно очень хорошо промывать, прочищать. Особенно такой важный узел, как вот эта мотылевая шейка и нижняя головка шатуна. Ну вот и весь тюнинг здесь сделал. Как вы видите, чуть скруглил, но уступы оставил под вот это кольцо. Заполировал мотыль. Мотылевую шейку коленвала была, честно говоря, с крупными рисками. Также вымыл оттуда мусор. Все бы это терлось, все бы похерилось очень быстро. Уже был печальный опыт. Так что собираю и будем тестить. А еще сделал прокладку на глушитель. Раз уж глушитель есть, то пусть глушит по полной программе. Так, собираем и пробуем. Тестировать двигатель буду с двумя винтами. Этот самодельный. В одном из видео я пробовал на 7-кубовом двигателе. Радуга 7. Он развил 8640 оборотов в минуту. Запоминаем, потому что будем сравнивать. И тягу 1,6 килограмм с вот этим винтом. Этот винт у меня недавно. Мне его подарил подписчик Денис, огромное спасибо. Вот видишь, уже буду пользоваться. Сделал для него переходную втулку. Вот она сюда так надевается. Ну и винт, чтобы все было по центру. Этот винт, судя по размерам, на 10-кубовый тянет. Вот у меня здесь есть такая картинка. Моделист конструкторе. И как мы видим, он даже немножко длиннее. Но хотя вот этот пошире. Этот он еще больше. Я делал по этому шаблону, но я увеличил его немножко. То есть это даже не для 10-кубового, а немного для большего подойдет там. Добавлю немножко касторки. Все-таки тут новый двигатель. Должен обкататься. Итак, друзья, первая попытка запуска этого двигателя с большим винтом. Подключаем накал. И так пошла жара. Сейчас он немножко поработает на обогащенной смеси. Потом будем добавлять. Ну то есть нужно некоторое время, чтобы он прикатался. Потому что там прям слышно было, как он хрунтит. Так, заглушил. Около банки топлива выработал на небольших оборотах. Теперь откручу заднюю крышку. Посмотрю, как там шатун. Если все нормально, будем пилорамить. Вообще нигде не прикасается. Можно ставить и выводить в режим. Обкатывать уже на режиме. Во многих мануалах написано, что нужно на режиме открытого дросселя обкатывать. В принципе, я считаю, что это тоже правильно для таких двигателей. Потому что она маленькая, но она просто не обкатывается. Для того, чтобы не справиться с места которая находится в системе реальной системы полного материала, АПЛОДИСМЕНТОР ВИТСМЕНТОР Смотрим тяга. ВИТСМЕНТОР Маловато, не прикатался, видимо, еще. Будем прикатывать. Пока какие-то такие результаты. Поршень, кстати, плавно уже ходит. Уже нету скрежетения какого-то. В общем, заводим сейчас и контрольно измеряем все уже. Заводится, если честно, просто превосходно. Видели? Вот так-то так. Смотрим, какая тяга и температура. Заводится около 2 килограмм. Заводится около 2 килограмм. Все, друзья, теперь буду ставить винт поменьше. Возможно, обороты выше будут, а может и тяга даже больше. Посмотрим. Я подозреваю, что мало 2 килограмма. Вы не находите? Я читал, что 3,5 должно быть. Каким образом? Сейчас поставим вот этот винт поменьше. Может, этот слишком тяжелый для него. Радуга 1,6 выдавала. Посмотрим, как будет с этим. Этот винт заводской. Хороший. Качественный. Посчитанный, так сказать. Итак, погнали, пока не остыло. Эх. Продолжение следует... Всяга больше двух килограмм. 2,2 кг, где-то 2,3 кг. Все глушено. Интересный нюанс, что с этим винтом, что с этим винтом обороты были примерно одинаковые. Вот уж очень странно, только этот гораздо больше, а тяга была больше у этого. То есть все-таки, видите, фабричные винтики современные рулят, как ни крути. Но все равно от деревянных не откажусь. Также в будущем вы увидите сравнение всех этих двигателей, то есть тяги. Максимальная я буду брать с импортными аналогами. То есть импортный 10-кубовый двигатель. Сколько будет выдавать тягу с этим винтом? То есть это очень полезные все измерения. Можно будет сравнивать. Я думаю, добавит интересности к видео. Ладно, друзья, на этом всё. Такие вот интересные результаты с запуском. 2 килограмма тяга у нас уже есть. В общем, у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите канал лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok